Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее актуальными и важными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про создание молодежного совета в рамках общественной палаты Одинцовского района. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, телефон прямой линии работает на протяжении всего эфира. Это 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. В наших гостях сегодня Илья Паатович Савельев, член комиссии Общественной палаты по науке и образованию. Добрый вечер. А также Евгений Юрьевич Семилетов, член комиссии, также нашей общественной палаты, которая занимается вопросами ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, строительства, а также председатель молодежного совета и молодежного парламента, также нашего района. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Евгений Юрьевич, Илья, я так понимаю, что вопрос создания именно молодежного совета при Общественной палате это вопрос не новый. Довольно давно он уже активно обсуждался в политических кругах, в общественных кругах и так далее. Но, тем не менее, для наших зрителей в двух словах, что это такое, в чем его принципиальное отличие от других молодежных общественных организаций? Молодежный совет Общественной палаты – это такая платформа для молодежи. Так как в нашем районе существует множество молодежных организаций, которые все направлены, в принципе, на одно дело – это развитие Одинцовского района и делать добрые дела. Но, к сожалению, не получалось никогда как-то объединиться всем ведущим лидерам организаций молодежных. И вот мы решили под эгидой Общественной палаты и, естественно, Захара Юрьевича Иванова, такого руководителя мощного, создать вот такой, такого рода совет, в который будут входить все вот эти общественники, которые смогут вместе направить своими силами на улучшение качества жизни нашего района и, соответственно, нашей молодежи. Ну, у нас молодежь действительно довольно активна. Это можно заметить, особенно по последним годам, когда очень многие, на личном примере засвидетельствовать, очень многие политические инициативы, общественные инициативы не только поддерживаются молодежью, фактически они становятся возможными благодаря тому, что большое количество молодых людей, небезразличных, патриотично настроенных действительно принимают в этом участие. И многие из них ведь уже заняты, задействованы в каких-то общественных организациях, в молодежном парламенте в частности. Вот, наверное, Евгений, к вам этот вопрос, потому что вы как раз-таки в молодежном парламенте уже давно работаете. В чем вот отличие между молодежным парламентом и молодежным советом? Потому что лица-то, в принципе, одни и те же. Да, это очень хороший вопрос. Так как в молодежном парламенте уже провели немаленькую работу, хотелось бы подметить, что самое главное качество работы – это создание команды, создание той команды, с которой мы сейчас работаем. Поэтому молодежный парламент сейчас будет заниматься деятельностью, которой должен заниматься. В этой деятельности будут входить законы, законотворчества, у нас немалый опыт в этом, образовательный, будем работать с молодежью, создавать круглые столы, профориентации делать. А молодежный совет – это будет больше такая молодежная платформа, которая будет поддерживать интересы молодежи в плане крупных, к примеру, мероприятий. Было бы очень актуально, если бы все общественники, работающие в направлении молодежной политики, кто-то военно-патриотические, кто-то более такие развлекательные. И если бы мы объединились и это направили в одно русло, то в молодежном совете это функционировало бы очень-очень хорошо. Хотелось бы добавить Евгения. В молодежь парламенте самое главное, чтобы молодой человек защищал интересы молодежи в Совете депутатов поселения, как сельского, так и городского, и в Совете депутатов района. А молодежный совет – такая площадка, куда входят все молодежные организации. Грубо говоря, аналог общественной палаты взрослой, так сказать, нашей. Молодежь, молодежь, множество молодежи не могут просто прийти даже в молодежный парламент, думая, что это очень такая тяжелая структура, она затрагивает политику, она затрагивает более какие-то высокие качества жизни. А молодежный совет, он даст возможность раскрыться каждому. В принципе, каждый может прийти к нам, войти в нашу команду, попробовать себя, научиться, мы с удовольствием ему поможем. И в дальнейшем, возможно, даже сможет вступить и в ряды общественной палаты в какую-то комиссию, и в молодежный парламент. То есть, получается, что делегирование полномочий и ответственности по участникам вот этих двух организаций пока что выглядит следующим образом. Молодежный парламент занимается законотворчеством и более политически ориентированной деятельностью, как вы правильно заметили, или, я так понимаю, взаимодействие с крупными именно властными структурами нашей области и района. А молодежный совет – это зачастую такое подспорье для общественников, которые проводят массовые акции, мероприятия и так далее. Правильно я понимаю? Да, да, именно. Понятно. Ну, тогда любопытно, конечно, узнать по поводу состава. Действительно, я уже обратил внимание, что в молодежный совет пошли многие люди, которые в молодежном парламенте также заняты. Но у вас много очень новых лиц, которые раньше в районе были неизвестны. Если можно, поподробнее все-таки, что это за люди? Это школьники, студенты или люди более возрастные уже? Мы начали в последнее время ориентировать свою направленность не только на таких молодежь, которые 18 лет, 25, 29 лет, но и на школьников. В последнее время мы проводили такие образовательные вечера с ними, профориентации. Поэтому к нам начали подтягиваться школьники. Правда. И хотел бы подметить, что они не хуже по развитию, чем более взрослый человек. И состав молодежного совета общественной палаты, это правда, да. Туда входят многие члены молодежного парламента. Так как, хотелось бы еще раз сказать, у нас есть команда, с которой хотелось бы работать. Уже есть опытные люди, которые могли бы помочь уже в развитии поставить на ноги. Ну и также пришли все неразнодушные жители Одинцовского района. Много новых, которые я даже и не знал. Люди просто случайно услышали где-то о том, что вот будет формироваться такой молодежный совет. Пришли сами, вот не знаю ничего. И хотят помогать, хотят развиваться. Структура у нас такая же простая, как и обычные везде. Председатель, два заместителя, секретарь. И вот общий состав, где будут формироваться рабочие группы по направлениям, будут уже выполнять свои функции. Уважаемые телезрители, я напоминаю, наш телефон 508-86-84. Работаем в прямом эфире, ждем ваши звонки. Напомню, что любое ваше заявление, не относящееся даже напрямую к теме нашего сегодняшнего эфира, принимается как официальное заявление в общественную палату Одинцовского района. Так что звоните, постараемся вместе с вашими проблемами, пожеланиями разобраться. Тем не временем, давайте продолжим нашу беседу по поводу молодежного совета. Вы озвучили такой момент, что там действительно школьники есть. Но не сомневаюсь, что действительно у школьников есть и много идей, и конструктивных каких-то критических взглядов на вещи. Тем не менее, все-таки многие, возможно, озадачатся тем, что люди без жизненного опыта, богатого, занимаются достаточно ответственной работой. Вот если можно, ваше мнение вообще. Действительно ли школьников нужно к чему-то такому серьезному привлекать? И на каких ролях, может быть, им лучше обучаться у старших товарищей? Обязательно. Или у них абсолютно равноценная роль, допустим, с вами? Их обязательно, их надо обязательно обучать и двигать в правильном направлении. У нас, у многих членов молодежного парламента и уже многих новых членов молодежного совета есть немаленький опыт. И у каждого опыт в своей сфере деятельности. Поэтому сейчас огромной проблемой стоит для школьников – это выбор профессии. Ребята, правда, метаются, не зная, куда им пойти, что им дальше делать. В большинстве случаев они идут либо потому, что проще поступить туда, в какой-либо вуз, либо их подталкивают родители на то или иное. Эта площадка даст возможность им раскрыться. Им раскрыться, найти себя, возможно, в какой-то сфере деятельности, возможно, в молодежной политике. Может быть, кто-то станет депутатом. Понимаете, мысли у многих школьников даже позвучали и такие – а вот я подготовлю свой проект, а его не украдут, а его дадут мне реализовать. То есть они уже мыслят более взрослые. Кто-то за качественную застройку, кто-то за развитие волонтерства в Денцовском районе. Кстати говоря, у нас уже есть опыт такой с ребятами, у которых есть волонтерское движение. Они прям очень хотят развиваться и хотят помогать. Поэтому нужно, нужно, нужно обучать и помогать, чтобы они правильно выбирали свою профессию и шли туда, куда им нужно, чтобы они работали на любимой работе. Я считаю, что одно из самых главных, вот лично для меня, это делать пользу, приносить людям пользу, добро, заниматься любимым делом и за это получать, соответственно, деньги. Также есть план по развитию молодежной политики на территории Московской области. И там четко написано в странице, что он включается у молодежи 14 до 30 лет. Так что молодежь может участвовать во всяких таких общественных движениях, даже правильно. Это даже вот создание молодежного совета помогает развивать молодежную политику на территории Одинцовского района и Московской области. Илья, к слову, такой момент. Вот вы сейчас затронули тему возрастных рамок. Я так, конечно, понимаю, что молодежный совет должен оставаться молодым. То есть у вас наверняка имеется какой-то нижний и верхний порог по возрасту именно в молодежном совете, да? Можно ли его озвучить? Ну, как и всегда, у вас все понимают, что в соответствии этому плану с 14 до 30 лет, если не ошибаюсь, правильно? Да, все верно. Все так же. Но я вам скажу, очень множество людей старше 30 лет, ну, кому-то 31, ну, кому-то 33, ну, хотят они именно заниматься молодежной политикой, ну, хотят они развивать молодежь. Ну, и в качестве консультантов-экспертов мы имеем такой опыт, мы подключаем. И самое приятное то, что мы также можем получать от них какой-то опыт, потому что это более старшие поколения, которые тоже уже в жизни повидало что-то, они могут передать полезный совет. У нас нет такого, у нас все наравне. У нас нет, что кто-то кем-то командует, мы команда, мы прислушаемся к друг другу, и мы вместе с ребятами учимся и двигаемся вперед. Но, тем не менее, вы работаете под крылом общественной палаты, организации более как-никак солидные, хотя бы в том плане, что они гораздо больше работают в нынешнем составе. Вот любопытно, насколько вы с ними интегрированы в работу, присутствуете ли вы на их оценках каких-то экспертных, в работе их рабочих групп и так далее? Именно общественной палаты? Конечно. Общественная палата очень открыта для нас. И я уверен просто, что если мы столкнемся с какими-то трудностями, то мы можем позвонить председателю любой комиссии, нас с удовольствием примут и помогут нам. Мы всегда присутствуем на заседаниях общественной палаты, которые проходят раз в месяц. У нас, естественно, приглашают какие-то рабочие группы. Всегда помогаем, подключаемся в совместные мероприятия. Работаем сложенно вместе. А как раз, если о совместных мероприятиях говорить, привлекает ли вас сама общественная палата именно в виде, допустим, почему бы и нет, в виде экспертов, предположим, по какой-то области именно молодежной политики? Конечно. Там опытные люди работают, более старшие поколения, у которых более знаний, которые жаждут, жаждут делать. Это те общественники, которые готовы тратить свое время, свои личные финансы на то, чтобы улучшить наш район и сделать его лучше. Это самые ведущие лидеры нашего района. Это как, знаете, как семья взрослый наш, как папа, мама. Поэтому... Я вас понял. Евгений, ну давайте, Илья, вы тоже, давайте мы перейдем уже к конкретным делам, которые вы на данный момент делаете. Молодежному совету на сегодняшний день сколько вообще? Я так понимаю, он только-только вот родился. Вот только-только прошло первое заседание. Ну, соответственно, все проходило так же честно. Собрался весь зал, выдвинули председателя, все вместе проголосовали, также заместители, секретарей. Вот и все. Вот на данный момент мы сейчас готовим план работы предварительный уже на третий-четвертый квартал. И будем уже делать что-то полезное. Можно ли озвучить какие-то планы, которые у вас есть, может быть, конкретные мероприятия и так далее? Конечно, все мы не можем озвучить, но вот на данный момент у нас готовится крупное мероприятие. Оно, наверное, будет уже связывать не одну организацию, оно будет связывать организации как общественную палату, так и молодежный парламент, так и Молодежный совет общественной палаты. Мы будем готовить Мисс Одинцовский район. Это будет очень крупное мероприятие, мы к нему уже давно готовимся. Поэтому у нас уже написана концепция. Вот примерно к концу года, к ноябрю месяцу, мы будем запускать его. У нас начинается скоро отбор. Я так понимаю, это как раз-таки пример делегирования полномочий между вот этими разными общественными и молодежными организациями, потому что, если не ошибаюсь, в прошлом году именно Молодежный парламент занимался частично организацией конкурса этого в прошлом именно году, правильно? В прошлом году, ну, к сожалению, я не попал на все мероприятия Молодежного парламента, так как я с сентября месяца только работаю. Мы стартанули с фотоконкурса. И вот сейчас как раз-таки запускаем опять ежегодный фотоконкурс более крупным масштабом, с более интересными призами. Поэтому буквально через пару дней мы уже его запускаем на район. Ну, надеемся, что много жителей к нам подключится. У нас будет потом также на День города фотоаллея, где каждый сможет... Размещены будут их работы. Люди смогут посмотреть, проголосовать. Ну, и потом торжественная часть вручения призов. Ну, пока не будем озвучивать какие, но они очень хорошие и интересные. Интрига интересная, но, тем не менее, расскажите немножечко поподробнее об этом конкурсе. Что за фотографии и кто принимает участие? Принимают участие жители все Одинцовского района, независимо от возраста. У нас три номинации. Вот как раз-таки мы сейчас боремся за перемену этих номинаций, какая лучше подойдет, ну, чтобы было более естественно. В принципе, как в прошлом году, это наши ветераны, это спорт и красоты города Одинцова. Участники регистрируются, заполняя анкету свою, присылают фотографии в определенном качестве, после чего мы их отбираем, вывешиваем, и открытым голосованием на День города у нас образуется фотоаллея красивая, где присутствуют, ну, естественно, есть фотографии, которые просто невозможно. Понимаете, люди разные, показать всему городу. И будет фотоаллея крупная, все желающие будут проходить, смотреть и голосовать за номинацию. Потом, естественно, эти все подсчеты голосов идут, и уже публичная часть награждения. Ну, мы, естественно, там сделаем такую торжественную часть, небольшой концерт, представление. А можно ли немножко поподробнее про жанровое разнообразие? Это исключительно урбанистика, или там будут и пейзажи, и натюрморты, и портреты, и все прочее? Знаете, у людей такие своеобразные взгляды у каждого на номинации. То есть, у кого-то, если брать опыт уже, который был по фотоконкурсу, то в пейзажи у многих входила фотография, когда они едут в машине, капает дождь, и это все красиво вот так вот воспроизводят все краски, они фотографировали как бы, но мы выкладывали это, правда. Очень актуально, мне безумно понравилось больше всего наших любимых ветеранов. Ну, я удивлен, что молодежь делает акцент на них, и такая связь есть у младшего и взрослого поколения, потому что фотографии были очень красивые. И знаете, один из больших плюсов этого фотоконкурса, то, что не просто мы для галочки провели мероприятие, там, все довольны, получили призы, но мы также работаем в сфере благотворительности, сотрудничаем с интернатами. И вот в ближайшее время мы вот эти, те фотографии, которые были, мы узнали, то, что есть такая потребность, они в хорошем качестве, большие фотографии в рамочках мы будем развешивать в интернатах. А в этот раз будет это более все красивее, это будет сюрпризом на День города, и потом, я думаю, то, что, возможно, мы украсим наш город лучшими фотографиями. Ну, будем надеяться. Я сейчас хотел бы, чтобы вы все-таки немножечко приоткрыли завесу тайну над конкурсом красоты, который у вас скоро будет. Буквально пару слов, чтобы не портить интриги. Где будет проходить, кто будет принимать участие? Смотрите, принимать участие будут девушки от 18 до 25 лет. Конечно, это будет наш такой крупный первый опыт в плане Мисс Одинцовского района, поэтому мы не хотели бы брать ответственность на детей, потому что это очень сложно, это куча договоров, да и тоже детишки реагируют очень тяжело, там кто-то выиграл, кто-то проиграл. Ну, не знаю, мы хотим сейчас более сделать такую возрастную категорию от 18 до 25 лет. Я думаю, с ней проще работать, именно то, о чем вы сейчас сказали. Да, причем у нас выступают как партнеры, это Лена Шерипова, она Мисс Вселенная, у нее есть огромный опыт в этом плане, поэтому, возможно, даже будет возможность нашей Мисс Одинцовского района выехать куда-то выше и поучаствовать в этом конкурсе. На данный момент, не могу вам точно сказать, место проведения у нас есть два помещения, в котором мы хотели бы провести, но мы стараемся делать акцент не на город Одинцово, так как мы районный совет, районный парламент, поэтому мы стараемся делать акценты на поселения, и хотелось бы это, конечно, провести где-нибудь в каком-нибудь поселении. Вот как раз мы сейчас решаем этот вопрос. То есть вы в данном случае уже говорите о развитии инфраструктуры, возможно, даже наших поселений, которые, в общем-то, иногда, существует такое мнение, обделяются и финансированием в чем-то, и вниманием. Да, мы сейчас, в принципе, сотрудничаем со всеми поселениями, знакомы со всеми главами, и пытаемся сейчас более контакт налаживать с поселениями, чтобы, естественно, акцент делать не на один город. У нас есть звоночек от нашего телезрителя, давайте его примем, а потом продолжим нашу беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, я хотел бы задать вопрос Евгении Юрьевичу Стимилетову. Меня зовут Алексей, я проживаю в Ленцово. Хотел бы поинтересоваться, как я мог бы попасть в молодежный парламент либо в молодежный совет? Есть ли какие-то соцсети, где можно посмотреть или больше узнать о вашей деятельности? Спасибо огромное, Алексей, за звонок. Действительно, мы увлеклись, начали уже о будущем, о планах. Давайте о сегодняшнем. Как жители города Одинцова, да и вообще Одинцовского района, попасть, подать свою заявку, или вы как-то иначе принимаете и отбор проводите? Ну, я как понял, вопрос заключается в том, как попасть и в молодежный парламент, и в молодежный совет. Ну, я думаю, Алексею интересно просто по отдельности, вне связки. Да, да, да. На данный момент, к сожалению, насчет молодежного совета, ну, у нас не развиты соцсети в этом плане. Мы сейчас только в проекте, у нас создаем группы в соцсетях ВКонтакте, страничку в Инстаграме, Фейсбуке, Твиттер. И будем, естественно, наверное, ну, есть сайт общественной палаты, там уже будет более подробно размещена эта вся информация. На данный момент в молодежный совет можно попасть, позвонив по номеру. Я думаю, во-первых, информация предоставляться будет в молодежном парламенте. У нас есть там группа в соцсетях ВКонтакте, так и написано. Молодежный парламент Одинцовского района. К сожалению, сайт у нас сейчас, перестройка сайта в молодежном парламенте. У нас старый заменяем на новый, но, в принципе, все контакты на старом сайте есть. Поэтому можно позвонить по моему номеру телефона, но так как сейчас выборы в молодежный парламент, поэтому у нас еще нет такой вот трэм. Не можем мы подключить горячую линию, непонятно еще с помещением, поэтому пройдут выборы, и у нас уже будет более понятно. А так каждый может написать нам в соцсетях, вступить в нашу группу ВКонтакте, молодежный парламент Одинцовский район, также в Фейсбук, подписаться на нас в Инстаграме или позвонить по моему номеру. Давайте мы его, Евгений, озвучим, да, потому что, я уверен, людям интересно будет. В эфир закончится, даже не успеть, что закончится, и у вас телефон уже будет, скорее всего, разрываться от кандидата. 8-925-734-8486. Меня зовут Евгений, мы рады абсолютно всем новым лицам, всем желающим внести свои вклады в развитие Одинцовского района, также самореализоваться, получить опыт, ну и работать в команде. Ну, я уверен, что сама общественная палата, в рамках которой функционирует молодежный совет, не откажется предоставить информацию по контактам именно с вами, с Ильей, предположим, с другими членами молодежного совета. А контакты общественной палаты у нас будут в конце эфира плашками, или звоните, опять же, 508-86-84, в течение недели, конечно, мы вас тоже со всеми сведем. Ну, хотел бы сказать, под выбор молодежный парламент. Вот, я являюсь председателем молодежной избирательной комиссии Одинцовского района, и являюсь членом избирательной комиссии Московской области молодежной. У нас такие полномочия, как и у взрослых, только в молодежной политике. Инициатива была о выборах молодежного парламента с Московской области, именно с правительством Московской области, что было все демократично. Потому что молодежный парламент, он присоединил депутатов, там проходят выборы. Вот, и они есть разный уровень, есть муниципальный, есть областного уровня. И мы решили провести выборы. Сейчас заканчивается срок молодежного парламента, два года в соответствии с регламентом. И выборы легли на наши плечи, молодежной избирательной комиссии. И в связи с этим мы назначили выборы на 14 августа. Чтобы подать документы... Это, прошу прощения, выборы куда именно? Молодежный парламент. В парламент. Молодежный совет не проходит выборы. Туда напиши заявление, прими. Да, да, да. Кстати говоря, молодежный совет, у нас нет никаких рамок ограничений, мы готовы принять каждого, попробовать себя в роли... Ну, кроме возрастного, то, о чем ты говоришь. Да, 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 конечно. Молодежный парламент у нас, вот видите, рамки уже такие. А вот поподробнее, если можно, давайте мы озвучим. В силу чего вообще решили такие избирательные комиссии молодежные создавать? Почему так? Они уже давно созданы, грубо говоря. Основная функция молодежи к избирательной комиссии, как областного, так и муниципального уровня, это, грубо говоря, просвещение молодежи, даже взрослого населения по избирательному праву. Избирательное право – это самое сложное право в Российской Федерации, потому что очень много статей, и очень сложное по юридическому языку. Очень много населения не ходит на выборы, если можно, надо это признать, за это даже процент уменьшали по посещению. Вот, и что есть, обстоятельства, стереотипы, вот, если говорить, вот, туда там сделают сбросы, вот, там уже все проставили и так далее. Вот, и был создан молодежный совет, ой, извиняюсь, молодежная избирательная комиссия, которые ведут пропаганду, ну, даже не пропаганду, а просвещение среди молодежи, о избирательном праве. Вот, если человек знает избирательное право, он уже знает то, что нельзя никакие сбросы делать, и что-то взять и проставили. Потому что, во-первых, есть прямой эфир, как сейчас нас показывают, там, в процесс выборов, вот, а также есть наблюдатели, вот, если самое простое, не углубляться, избирательное право, которые, следя за этим ходом голосованиям, наблюдатели могут быть, извиняюсь, представители кандидата, любого, каждого кандидата. Вот есть, скажем, кандидат от «Единой России», да, вот, скажем, Екатерина Юрьевича в будущем, он может прислать своего человека наблюдателем. Есть, конечно, самодвижение, с которым собрал определенное количество подписей, это зависит от процента соотношения населения, соответственно, с законом. И он посылает тоже, что наблюдатели, и наблюдатели следят за ходом голосования, подсчета голосов. Так что, уже начну с этого, что уже нельзя поделать подписи, грубо говоря, делать сброс. Ну, получается, что, в общем, логика тут довольно проста. Единственное, что остается придумывать, озвучивать человеку, который недоволен таким положением вещей, это то, что ровным счетом все фракции нашей, предположим, Государственной Думы, находятся друг с другом в сговоре. То, что они при этом как бы друг с другом конкурируют, это как бы остается где-то за бортом этого вопроса. Правильно я вас понимаю? Ну, это общий стереотип, потому что, если честно, вот, как человек, который живет в избирательном мире, сейчас уже нас и выберем особо в Думу, и в Госдуму, и даже в Барвиху, то уже есть такая борьба. Хоть еще даже не дали старт избирательной кампании, уже идет борьба, самая настоящая. Ну, вот, хотелось бы добавить, да, может быть, многие, наверное, еще и не знают, может быть, кто-то захотел бы поучаствовать в выборах в молодежный парламент, поэтому, если проще объяснить, у нас есть выдвижение по спискам, это город Одинцово, ну, вот Илья как раз расскажет, да, вот по спискам, и одномандатные по каждому поселению, где установлена определенная квота. Давайте Илья по этому поводу как раздавим. Да, вот. Ну, к примеру, как сейчас Евгений сказал, есть избирательные системы, их всего три, это пропорциональная по единому списку избирателей от каждой партии, есть мажоритарная, это когда самодвижение, грубо говоря, а есть смешная система, совмещает то и это. У нас идут выборы по смешанной системе. Так как мы распределили места в молодежный парламент по численности населения, а их там всего 32, как в совете депутатов, то получили, что 13 мест городской поселения Одинцова, там пропорциональная система получается, остальные сельские и городские поселения по одну, по два. И там решили мажоритарную систему делать, потому что не вижу смысла, поделать там по спискам тоже, одно-два места. Ну, это, извиняюсь, хотя бы, если было пять мест по численности, тогда можно было по спискам поделать. Ну, в данном случае вы отталкиваетесь от частности, я так понимаю. По закону. Так что тут достаточно понятная ситуация. У меня есть вопросик по поводу, собственно, вашей деятельности, давайте, скажем так, всероссийского масштаба. Организация у вас не была очистена уже сейчас. Если мы будем отталкиваться от того, что у вас будет хотя бы такое же количество членов, сколько и в молодежном парламенте в самом начале особенности было, я думаю, это особенно будет очевидно. Скажите, вы собираетесь участвовать в каких-нибудь крупных молодежных форумах? Вот, например, территория смыслов в Клязьме, которая проходила. А у нас сейчас ребята уехали на... У нас сейчас есть я гражданин Подмосковья. Так. Ну, наши ребята поехали. Ну, там, естественно, каждый выбирает свою сессию. Кто-то едет на предпринимателей, кто-то на молодых лидеров. Я еду на молодые лидеры 17 по 21 июня. Он проходит в Егоревске. Поэтому, в принципе... Но самое главное, что мало кто едет на все сессии, потому что это такой прям боевой настрой должен быть. Это надо, наверное, отпроситься как-то с работы. Но у нас есть те, кто едут. Мы всегда будем подключаться к таким форумам. Мы очень часто ездим и выглядим на областном уровне очень-очень даже хорошо. А если, опять же, вернуться к территории смысла, это довольно крупное мероприятие. В частности, одним из его организаторов является, в общем-то, Общественная палата Российской Федерации. То есть, организация фактически вам очень близкая. Не планируете ли вот в таких действительно всероссийских и даже в чем-то международных форумах участвовать? Честно, хотелось бы. Но на данный момент внешние обстоятельства не позволяют. Ну, так получается, что и выборы, как говорится, на носу, и надо, вот, перемен много, и где-то работа. Я вас не отправляю прямо послезавтра туда. Я имею в виду, действительно, вот, не просто даже желание, а есть ли вам что предложить молодежи с других стран? Я безумно хочу попасть на такие форумы, потому что у меня, не знаю, у меня как внутренняя какая-то вторая часть зарождается. Я не знаю, как многие не стремятся ездить туда, потому что мне безумно интересно слушать спикеров. У нас очень большой акцент на молодежь в этом плане пошел. Я вот приезжал недавно на форум, пусть он был не такой крупный тоже. Я гражданин МО был в Покровском. И я с фасторгом просто прошел этот форум. У меня не было времени там поспать. Я вот просто ходил по лекциям. Но я приехал с таким чувством удовлетворения. Мне безумно понравились спикеры, которые были. Я исписал весь блокнот и даже взял контакты одного из участников, который нам показал опыт из своей жизни. То есть не просто, знаете, какие-то лекции простые, где там пытаются занести информацию из книжек, которая очень тяжело усваивается, а именно тот опыт из жизни, который прошел человек. Не всем же, как говорится, на блюдечке все было дано. Безумно интересно послушать, как человек делал свои первые шаги, с чего он начинал, с какими трудностями он столкнулся. И вот именно эти форумы дают такую часть. Плюс ко всему ту информацию, которую предоставляют, естественно, это срок не месяц, не два, не три обучения, где-то там три дня, где-то неделя, где-то пять дней. И вот за этот кратчайший срок этот форум дает возможность как-то получить множество опыта. Илья, а как считаете, вот молодежи нашего Денцовского района больше все-таки есть что предложить на таких форумах? Или чему поучиться? Ну, я сказал бы 50-50. Конечно, у нас очень много активистов. Шоар-Район большой, и наш дескровенный кредит планеты всей по всем сферам деятельности жизни. Вот, конечно, есть что-то предложить, какой-то проект, а есть что-то заимствовать, чтобы их... К примеру, есть такое всероссийское молодежное объединение, называется, если не ошибаюсь, объединение народных, там, молодежных объединений. Вот, куда входят все молодежные объединения, правда, уровня субъекта Российской Федерации, где они там приезжают и выставляют свои проекты. Вот как раз Евгений Юрьевич может воспользоваться этим. У нас, кстати, довольно-таки много проектов. К сожалению, озвучивать не все возможно, потому что сейчас люди борются за идею. Где-то идея прилетела, идея ушла. Но нам, правда, есть с гордостью, что показать, и хотелось бы предоставить. И при первой возможности мы, естественно, проработанные свои проекты с гордостью предоставим. Ну что же, я вам желаю в этом исключительно удачи, потому что, я так понимаю, что удача ваша, это в то же время удача нашего Одинцовского района. Спасибо вам, что вы к нам сегодня приезжали. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество и наше совместное дальнейшее успехи. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили с молодежью нашего Одинцовского района, говорили о создании молодежного совета, говорили о деятельности молодежного парламента. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон, 508-86-84, звоните в течение недели. Или напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи. Или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова